В селе Ростопуловка Приволжского района проживает 2000 человек и большая часть из них нагайцы. Что это за народ и как они появились на Астраханской земле в этом выпуске программы Этногид. Кочевники-ногайцы перемещались с места на место долгие века, даже когда у народа появилось свое государство – Ногайская Орда. А случилось это в XIV веке. От Волги до Иртыша жили они. Пару столетий спустя образовалась Малая Ногайская Орда. В середине XVI века они ушли на Кавказ, а еще через 200 лет вернулись на Нижнее Поволжье. Впрочем, и сегодня в Дагестане, Карачаево-Черкесии живут потомки тех нагайцев. На Астраханской же земле нагайцы окончательно осели в XVIII веке, когда были построены два села – Сиитовка и Хаджитаевка. Русская администрация на свои деньги выстроила дома деревянные с целью того, чтобы обоседлить нагайцев, чтобы они перешли к оседовому образу жизни, чтобы было бы легче им управлять. Но в архиве я нашел очень интересный документ, связанный с этим периодом. Ногайцы, не приспособлены к такой жизни, как бы первоначально, столетия дома продавать. И вот возникло целое указание астраханского губернатора, чтобы обратно эти дома вернули нагайцам, то есть чтобы они обратно стали жить в этих домах. Они их использовали только в зимний период. С приходом же весны вновь уходили кочевать. Такой образ жизни удавалось вести нагайцев вплоть до коллективизации, и только в 30-х годах они осели окончательно. Перемещались группами, родами. И для каждой такой группы характерно свое обозначение – своя тамга. У Карагаш и самой большой группы астраханских нагайцев – 15 родов. Ну, вот, допустим, я являюсь представителем рода Тубитпис. У меня, значит, как бы по традиции, род обозначается тарах-тамгой – это расческа. С помощью тамг они обозначали скот, с помощью тамг они обозначали, может быть, даже территорию какую-то своей метели. Для каждого рода в прошлом была характерна своя мечеть, свой боевой клич – Уран. И также каждый род имел свое кладбище. В чем нельзя отказать нагайцам, так это в связи поколений. Свои корни они помнят, чтут предков, берегут традиции. Лет 20 назад часть исконно нагайских сел, о которых мы уже упоминали, расселили. Большая часть семьи оказалась здесь, в Ростопуловке. Я считаю себя нагайкой, так как у меня родители нагайцы, я живу в этом селе, в Ногайском, в Ростопуловке. Мы разговаривали, у нас есть свой язык родной, в Ногайске. У нас есть традиции, обычаи. Здесь нет, конечно, уже ни юрт, ни специальных повозок, на которых нагайцы отправлялись в очередную качевку. Но на праздниках все так же играет саратовская гармошка – живые старинные обряды. Один из главных нагайских обрядов – джинтой. Накануне свадьбы одет жениха или невесты, собирают в своем доме представители старшего поколения. Истоки обряда можно искать еще во временах мужских союзов. Как сокалы собирались, общались, делились мнениями. За столом первым делом нужно помыть руки. После хозяин представляет гостей, а близкого родственника, уважаемого человека, просит стать джиина-гасы. С этого момента он – главный руководитель пиршества. Все гости сидящие только подчиняются ему. Как он скажет, так должно быть. Кто будет петь песни, кто будет, значит, другие какие-то действия проводить. Только он хозяин, больше никто, значит. Остальные не имеют права выскочиться, допустим, что-то говорить. Такой был порядок, обычный у нагайцев наших давно-давно, с того времени, когда еще мы были молодыми. Старинные песни рассказывают об истории народа. До современности у нагайцев астраханских сохранились песенные жанры, такие как «Озеннухайжер», «Хошавас». Смысл его заключается в том, что мужчины без музыкального сопровождения исполняют различные песни, скажем так, на один и тот же мотив. Ну, они посвящены в основном как бы бытовым событиям каким-то, значит, либо, вот в частности, мы вместе со студентами собирали песни, посвященные, значит, ну, отражали события советской истории, коллективизации, Великой Отечественной войны. Один из гостей Джинтои с села Джанай решил спеть, как жилось нагайцам при советской власти во время Великой Отечественной. Эта песня шуточная, сочинил ее нагайец сам. Когда гостям особенно нравится какая-то мысль, эмоции не скрывают, подбадривают певца возгласами. С середины 20 века в Джинтое стали участвовать и женщины, а раньше это было запрещено. Табу. Они собирались отдельно, наряжали невесту. Сегодня у них есть свое место на праздники и свои обязанности. Первое, конечно же, приготовить угощение. До старха не может быть много блюд, но без чего не может обойтись той Джин, так это без буреков разных видов и кара сарпы. Джинтое у нас сегодня, да? Любая женщина, которая на кухне, должна быть накрыта голова. Кладем вот изюма. Закрываем. Вот, пожалуйста. Вот. Тебе образец. Теперь закрываешь. Желание, чтобы воздух отрожил. Концы, концы. Прошенько закрываем. Бурек – это слово арабского происхождения. Вы знаете, что бурек и пирог – это практически одно и то же. Означает рок изобилия. Вот такой вот у меня узор получился. Вот это красиво получилось. Нет, это я делала. И сколько их вот для Джинтое готовится? Очень много. Гоши полмешка. Муфли уходят. И за сколько начинается приготовление к празднику? О, это за три дня раньше. Поглубже, поглубже. Как это сделай? Вот. Молодец. Получается. Понятно, почему за три дня надо начинать готовиться. Два самых красивых, угадайте, чьи. Но сейчас они сварятся, может быть, что-нибудь и исправится. В общем-то, женщина у кочевых народов, она, скажем так, имеет более высокий социальный статус. То есть, в отличие, допустим, от горских народов, в частности, да, то есть, конечно же, у женщины очень много было хозяйственных обязанностей. В частности, все, что касается юрты, убранства, юрты, да, это все в прошлом, значит, было именно обязанность женщины. Само по себе, женщина любой национальности – это хранитель семейного очага. Само по себе. Но у нас в этом плане это очень намного серьезнее. Женщина должна быть очень соответствовать своему названию, что она женщина. Это ногайская женщина, дочь своя ногайского народа. Она должна соблюдать уважение к старшим, в дом, в который она вошла невестой, уважать всех родных. Во время Великой Отечественной всем женщинам пришло взять на себя и мужскую работу. Эту песню, лиричную, пронизанную болью, пели ногайки во время войны, пока ловили рыбу, стоя по пояс в ледяной воде. Без песни вообще нельзя представить жизнь ногайцев, это их душа. Неважно, горе ли пришло в дом или страну, или большая радость, именно песня леет мотив каждой судьбы, каждого дня, каждого события. На джинтое мог присутствовать дамбрист, но главный музыкальный инструмент – саратовская гармошка. Или, как называют ее сами ногайцы, – кобыс. Здесь, во-первых, озвучение совсем другое. И сама по себе клавиши совсем другие. Ее заказывают, она полностью ручная работа. То, что продают в магазине, это не старатский саз. Это просто подделка. А это специально заказывать они очень дорого стоят. Только ручной работы бывает и кабал. Делают его из кожи теленка или барашка. Инструмент может быть разных размеров. И при всей кажущейся простоте освоить его не так просто. Такие умения чаще всего передаются по наследству. Надо попасть в такт музыки, который играет. Если в такт не попадешь, уже музыка себе будет играть. Она себе, это уже не интересно будет. Поэтому обязательно надо найти такт, чтобы полностью оно соответствовало музыке кармошки. Джейнтой обряд очень долгий. Длится, мог всю ночь на пролет. И заканчивался обычно вот такими танцами. Танцуют непременно с двумя платочками в руках. Это деталь нагайской культуры. Национальные танцы – это особая пластика. Чтобы современные школьницы могли исполнить эти вариации, два десятилетия назад в специальных экспедициях нагайцы узнавали у своих старейшин, бабушек, как же те танцевали во времена своей молодости. Краевическая культура В детском музее стоит этот костюм. В советские времена его фотография побывала на обложке учебника этнографии. Здесь и настоящие серебряные украшения, монетки на платье и на головном уборе – мизбеки. Тяжелые браслеты и длинные рукава, такие, что не видно даже кончиков пальцев – все это защита от злых духов. Яркие цвета и обязательная тесьма по краю. И на каждом костюме – национальный орнамент. У астраханских нагайцев – это треугольник. Он может присутствовать в тесьме. Вот головной убор, например, незамужней девушки. Обязательно он должен быть красного цвета, замужняя одевала уже белый платок. Вот здесь вот узор присутствует тоже из двух треугольников, состоящий вот в целом ромб. Если мы обратим внимание непосредственно на подол одежды, вот примерно тут четыре треугольника. Вверх – это обращение к Всевышнему, и нижняя, расширенная часть – это как база, фундамент, земля. Твёрдая почв под ногами. С начала 20-го столетия в национальных костюмах ходить перестали. Даже на джиине гости сидят в повседневной одежде. Но это не умаляет торжественности события. Джиин – это больше, чем обряд. Квинтэссенция ногайских традиций. Само слово гораздо больше, чем просто название. Это суть народа. Возможно, поэтому именно так джиин в начале 20-го века назвал свой кружок один из ногайских просветителей Абдулхамид Джинебеков, автор первых ногайских букварей, создатель литературного национального языка и письменности. Он первый именно открывал, сам преподавал вот эти новые методные школы, светско-гражданские такие вот, просветительскую школу. Второй он пришёл к выводу, что ногайцам арабский шрифт не подходит. И он искал именно алфавит, который более приемлемый. В 20-30-х годах, вот сверху было сказать, что латинский график, на латинском языке он написал первые буквари ногайского языка. В 30-х годах он как раз на кириллице писал первые учебники, методические разработки. Он жил в этом доме, в юношеские годы учился в медресце, где работал Драхман Умеров, личность не менее знаковая для тюркских народов. Почти уже четверть века в Астрахани проходят джинебековские чтения. Именем просветителя названы школы, в которых и поныне изучают ногайский язык, развитию которого Джинебеков посвятил всю свою жизнь. Ногайцы живут на Астраханской земле не одно столетие. Вопрос, сколько же их здесь, остается спорным. В советские времена в перепятих они стали причислять себя к татарам. Причина тому – сталинская политика. Однако самосознание у ногайцев сильно. Они любят свои традиции, свою культуру и свой язык. А это значит, что история продолжается. Продолжение следует...